Всем большой привет! Меня зовут Валерия Головенкина, я художник-акварелист, и сегодня у нас разбор моих старых работ. Сегодня у нас цветочки, мими-ми. На примере моих старых работ я показываю те ошибки, которые чаще всего совершают начинающие рисовать акварелью, и даю советы о том, как можно этого избежать или исправить. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк этому видео, поделитесь им с друзьями, напишите комментарии, допускаете вы подобные ошибки, не допускаете. Если нет, отмечайте свой инстаграм, я буду заходить и проверять. Подписывайтесь на мой инстаграм, там можно посмотреть, как я рисую сейчас, это очень красиво. Ну а мы пойдемте к моему столу, я буду показывать и разбирать свои старые картины. Давайте мы начнем с этого пардон-окна. Для начала я не очень понимаю, где здесь вниз, а где здесь вверх. Мне понадобилось время, чтобы понять, как это смотреть. Это явный косяк, это явно то, что нужно исправить с самого начала, с начала построения, потому что я думаю все-таки, что глядя на картинку, нужно понимать, что это и не перевернули ли ее вверх ногами. То есть нужно разобраться с построением. Во-первых, это четкость и ровность линий. Ну, примерно, да, хотя бы. Я не говорю сейчас про какие-то свои новичковские навыки, про то, что может быть это какая-то стилистика, это может быть какая-то иллюстративная работа, это может быть так сделано специально. Но если я рассматриваю это в контексте претензий на какую-то красивую картинку, на реализм, то, наверное, это должно выглядеть более-менее как-то красиво. Непонятно, где вверх, где вниз. Должны быть более-менее ровные четкие линии. И что еще я хотела бы сразу по построению добавить, это то, что маловато деталей в этой работе. То есть есть окно, но рамы его и все, что в нем, смотрится очень плоско. Именно потому, что нет деталей. То есть оно выглядит как картонный шаблон. То есть есть разница между окошком таким и окошком, которое я рисую сейчас. Я думаю, вы видите разницу. Даже по такому очень примерному построению просто ручкой, без какого-то изучения референса, без какого-то вдумчивого аналитического подхода, вы уже видите разницу, что окошко слева более проработано, более гармонично, потому что в нем есть вот эти перемычки, есть объем рамы, есть вот эта вот створка, которая одна-вторая, вот это разделение между створками. Это все мелочи, это все детали, которые дают работе эффект живости, эффект законченности, эффект того, что это можно рассматривать. Я уже молчу про вот эти вот решеточки, которые можно было бы сделать аккуратнее и продлить их не только на одну створку, но и на все створки. Это бы смотрелось гораздо более гармонично. И точно так же поступить с другой стороной, с направленными в другую сторону этими полосочками, тоже это бы смотрелось в разы гармоничнее. Уже, да, уже есть пропасть, уже между тем и тем видна существенная разница. Благодаря подходу изучения референса, рассмотрению и применению того, что мы знаем о натуре. Мы знаем, что окно не может быть просто вырезанным вот так вот из картона, прицепленным на стену. У него есть объем, есть толщина, есть свет и тени и тому подобное. Далее цветочки. Что хочу сказать про цветочки. Допустимо, вполне возможно, что вот здесь вот где-то прикреплено тоже какое-то кашпо, и из него свисает такой большой-большой букет, вот эта гроздь цветов, которые закрывают немножечко кусочек окна. Но возникает вопрос, почему нету тени вот этого букета? Неужели он тоже плоский, да? То есть нету разделения на свет и тень в этом окошке. Такое ощущение, что это просто картонный кусок приставлен сверху, нет объема, но если же дать совсем немножечко, даже вот на этом условном, даже не до скетче, то, что я делаю сейчас, немножечко дать объема, даже штриховкой, просто чуть-чуть, уже возникает объем, уже возникает какая-то иллюзия того, что это что-то объемное нависает сверху. То же самое касается цветочков снизу. Есть очень большой вот этот красивый букет свисающих цветов. Я молчу про то, что какие-то странные зеленые листья при вот таких вот цветочках, вот такие листья. Окей, опустим. Всякое бывает. Растения науки неизвестные, неизученные. Тоже тень вроде как есть, да? Есть намек на эту тень. Но почему-то по тону эта тень практически такая же, как свет, как сама стена. То есть отличается немножечко только цвет. А тон по темноте не вышел никуда погулять. Тоже немножечко погуще. Чуть-чуть побольше самой краски на кисти в заливке. Это то, чему я учу на своих курсах, на акварельном скетчинге, на акварельном море. В описании есть ссылка. Добро пожаловать. Сам себя не прорекламируешь. Никто тебя не прорекламирует. Но на самом деле курсы у меня классные. Очень я внимательно подхожу к каждому ученику. Есть разбор работ в этом курсе. Я даю обратную связь два раза в день. В общем, все на высшем уровне. Так вот, здесь проблема с консистенцией краски. Причем обратите внимание, какой густоты тон здесь вот на раме. Что мешало сделать вот такой же здесь? Не знаю. Но в целом я бы еще, наверное, добавила немножко больше брызг и каких-то акцентиков краской или водичкой. То есть поинтереснее бы сделала саму заливку в стене. Потому что так это смотрится очень ровно, скучно. Непонятно, что это опять-таки. Это картонная стена или это живая стена дома, которая стоит на улице, подвергается солнечному свету, воздействию воздуха, каких-то вот таких вот природных элементов, которые влияют на то, что происходит со штукатуркой, с поверхностью дома. Вот это то, что я хотела разобрать в этой работе. Давайте переходить дальше. Вторая работа тоже с цветочками. Давайте будем ее разбирать. Это уже немножко более поздняя работа. Как вы можете видеть, что автор уже как-то освоил более-менее мягкую заливку. Даже несмотря на то, что это целлюлозная бумага, на которой сложно делать ровную мягкую заливку. Вроде как даже приятненько, приятненько, я бы сказала. И какие-то даже разводики появляются на краях цветочков. Ну, прям вот уровень-уровень. Все прям, все круто. Но придерусь я вот к чему. К тому, что, во-первых, это смотрится немножко странно, не закончено внизу. И по краям тоже немножко есть разброс по нашим цветочкам. Что это значит? Что у нас есть наша работа. Прекрасная. И в ней нет места, которое мы хотели бы прорисовать по максимуму. Нет места максимальной детализации. Нет точки фокуса. Это одно из самых главных положений, один из самых главных пунктов в рисовании в любом. Скетчинг это. Не скетчинг. Скетчинг, фигетчинг, живопись это, акварель, графика, что угодно. Должна быть точка фокуса. Должно быть место максимальной детализации, чтобы работа смотрелась гармонично, чтобы зритель не сошел с ума. И художник, кстати, тоже. Как ее найти? Взять рамочку. Самый простой способ, элементарнейший. Его знают все, но им все пренебрегают. Расчертить на три части. Обозначить четыре точки на три части, в смысле по горизонтали, по вертикали, всего на девять. Мы получаем четыре точки, в которых мы можем выбрать себе максимально приятное, красивое место для детализации. К примеру, мы взяли, ну вот тут два цветочка, очень красивые, ну вот так вот три, да, вот это вот место. Вот так вот мы его себе отобрали, скажем. Ну вот условненько, да, вот это вот у нас самое такое детализированное место. Внимание, вопрос, почему и какого, простите, у нас происходят вот здесь вот темные тона, очень темная зелень, вот здесь вот внизу очень густая зелень, явно темная, по краям темная, прорисовка здесь, здесь, ну то есть везде, где можно прорисовка есть. И именно от этого рассыпается вся композиция, если бы я сосредоточилась тогда только на, или на двух, или на трех цветочках максимум, и добавила бы контраст только рядом с ними, контраст это соотношение темного и светлого рядом, они стоят вместе максимально близко и притягивают внимание, как черный с белым. Вот черный с белым рядышком максимально привлечет к себе внимание, нежели белый и серый, серый и черный. Вот здесь нужно было это показать максимально темным тоном рядом с главными объектами. Что значит максимально темным тоном в данном конкретном случае? Убрать вот эти темные зеленые стебли снизу, сделать немножко погуще заливку фона, можно было бы. Тут она и здесь довольно густая, и вот здесь, и вот здесь, и как-то даже вот здесь немножечко, а вот рядом с главным как-то она рассеялась. То есть максимально убираем темные тона снизу изображения, снизу, с краев, сверху, сбоку, пытаемся их максимально придвинуть к той точке фокуса, которую мы для себя выбрали. Диетализация, соответственно, не распространяется на всю работу. Мы себе выбрали область и сидим над ней часами, тыкаем эти пестики, тычиночки, лепесточки, прожилочки, все прорисовываем по максимуму только в этой точке, нигде больше. Цветочки по краям можно увести на более мягкую заливку. Здесь есть такой небольшой на это намек, но намек как был намеком, так и остался. Неплохо было бы намеки переводить в действие не только в отношениях между людьми, но и в рисовании тоже. Вот, собственно, то, что я хотела сказать по поводу этой работы. Казалось бы, она более-менее приличная, но все равно есть над чем работать. Есть что подделать, есть что подправить. Давайте переходить дальше. И последняя на сегодня работа. Это, видимо, я писала с натуры тогда. Это были цветочки, розочки в фарфоровой чашечке. И здесь тоже самое, та же самая проблема. Отсутствует место максимальной детализации. То есть, можно было бы взять этот листок, расчертить на три части, найти место максимальной детализации, выбрать для себя эту точку. Скажем, пусть это будет правая сторона, там, где у нас есть цветочки, красивый краешек чашки, ручка этой чашки. Это все очень здорово смотрится. Можно было бы с этим немножко поработать, поиграть. Но нет, захотелось прорисовать абсолютно все. То есть, что происходит? Я взяла две точки, эту и эту, в качестве такого одного большого места максимальной детализации, в качестве точки фокуса. И прорисовала цветочки в подробностях только в ней. Добавила к контрасту рядом. Не обязательно, это должен быть очень темный тон. Это мог быть вот этот вот нежный фон заливки, но положенный немножечко гуще, чем просто разбавленная водичкой краска. Прорисовала детали, обобщила всю левую сторону, ну или же правую сторону, если вы выбрали левую в качестве точки фокуса. Добавила светотень на чашечку, чтобы она не смотрелась, тоже приложенный из картона сверху. И в принципе уже работа смотрится по-другому, даже не выдаваясь какие-то технические детали в построении этих роз. В том, что они расположены все как бы к нам в одном ракурсе, смотрят на нас фронтально. Можно было бы их повращать как-то вот так вот, показать, в пол оборота вот так вот розу сделать, немножечко ее развернуть. И вот эта вот основная часть с лепесточками. Можно и фронтально сделать, но не все вместе. И, конечно, немножко внимательнее отнестись к деталям самих роз, потому что бутончики тут не прорисованы совсем. Тени нарисованы очень условно. Чашка тоже какая-то странноватая, мягко скажем. Вот такой вот у нас сегодня был разбор работ. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий, что бы еще хотели вы увидеть на этом канале. Я всегда очень рада новым предложениям, новым идеям, черпаю из них вдохновение. И мне нравится снимать то, что нравится вам, то, что вам интересно смотреть. Спасибо вам большое за просмотр. Ну, а я прощаюсь с вами до новых встреч. Пока-пока.